Так, значит, человека зовут Антонио, вот его, можно сказать, ранчо-дом, домик для туристов, вон туда мы ставим велосипеды, я снимаю велосипеды, нас привезли, и будут показывать там экскурсии, накормят, напоят, дадут душ принять. И вот мы на ранчо, этого удивительного человека, который нам взял под свое крыло, в таком красивом месте, эту землю он купил. Бывшим он медицинский брат, сейчас ему столько лет, сколько и мне. Помогает людям. Завтра сюда приезжают археологи. Здесь есть голубь, живой, живой голубь. Голубь с нами подружился. Живой голубь, три собаки. Нико, Виолетта. Нико, Виолетта и Себастьян. 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 Дом Себастьян. Ярослава просит в дом. Заходим в португальский дом. Ага, не снимай трапки, сказал. Мы закрываем дверь, потому что, чтобы не заходила жара. Металлическая дверь, чтобы не пропускала жару. Так, и тут у нас кухонка. Там у нас гостиная, деревянная мебель. Очень много старой мебели. Антонио специально скупает ее. Там картины. Вон там комнатка гостевая. Тут у нас должен быть офис. Там сверху комната дочки. Тут комната Антонио. Значит, что он рассказывает? Скоро 6 лет в армии, как медрат. Ага. Вместо того, чтобы жить в одном месте, он жил в доме в Лиссабоне. И благодаря вот этому вот одному билету по Европе он каждую неделю посещал своего друга, который живет в этой стране из армии. В Европе в шенгенской зоне есть такой единый билет, по которому ты можешь поездом или как? Поезд. Поездом путешествовать. Да, по шенгену. По шенгену целый год за этот один билет. Да, не важно, сколько километров ты будешь ехать. Мирослава! Смотри, живой! Я, я. Он живой! Это геккон! Он живет за зеркалом! Я чувствую, как леон. Я так сильный. Люди, которые имеют харизму. Люди, которые путешествуют. Люди, которые помогают другим. Музыка. 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 Чтобы жара не заходила в дом, закрытые створки. Это у меня все три. О, каморка папы Карла. И там, и там второй этаж. Чем нас Антонио угощает? Он говорит, что когда нас пригласил, он поехал в село и заказал нам суп и два сэндвича. Ух ты. Это мило, да. Это для моего здоровья, для чувствовать себя хорошо в жизни. Чтобы чувствовать себя хорошо в жизни, это делать для того, чтобы реализовать свое желание помогать и так далее. Потому что вы едете в течение дня, вы отдачете очень много мышц и вам нужно кушать. Интересно. Давай тарелку. Давай тарелку. Португальский суп. Говорят, что это начало моей новой странички в жизни. Чуть-чуть в сторону. Если я что-то даю людям, то люди будут давать мне. Ну да. Вот такой португальский суп. А ну разве не сэндвич или что-то? Ну да. Так. Так. Тут у нас сыр и масельце и мяско. Музыка. Ц turning. Лучше обычного суп. Они мы тут не сэндвич или смысл. Г traditionally sillусят использовать оркогольдовune бассейн. 이�elessel 18th, первый mortgage-22235-2008нokerating… и чтобы делать интерьер скрыни, такие, какие украинские. Одна скрыня, друга скрыня, третья скрыня и стол письменный. У нас такие тоже в Украине. И все это он делает не для того, чтобы заработать себе деньги, а для того, чтобы показывать людям Португалию. Так же, как он сейчас это делает для нас. Вот здесь уже вариант более закончен. Также мебель старинная португальская. Окна, видите, все закрывается. Это от жары, металлическая, чтобы жара не заходила в дом. Также и двери. Да, и здесь скала. Настоящая скала. Парусник, он хочет использовать, что если вдруг он захочет продать этот бизнес-проект для путешествия вокруг Средиземного моря, вот так вот Италию обогнуть, до Стамбула, аж доплыть и потом начать вернуться обратно. Бар, который будет обслуживать террасу вот здесь вот, вторая зона будет типа как для йоги. А третий этаж для дочки, которая может обслуживать, например, как доктор, давать консультации людям. Да, здесь будет коррекция вот этого русла реки, чтобы она не сюда заливала, алилась в своем русле, потому что здесь планируется такая зона отдыха. Зимой и весной в один момент вода поднимается настолько, что вот этот эвкалипт, представьте себе, на пять метров затоплен. И мельницы тоже затапливает. Млын водяной. Видите, уровень воды. Плотиной поддерживается. И вот очередная мельница. Посмотрим, что здесь. Прежние хозяева, у которых Антонио купил этот дом, занимались как раз вот это что-то. Ого! Занимались как раз милене муки. Мололи муку. Вот аж трижерного. Что здесь такое же движение. Посмотрите. Кажется, косиношки так собираются. Такие паучки. Ой, ой, лонтра. Лонтра. Это лонтра. Жито. Мы здесь занимаемся исследованием. Это какашки куницы, а вот это ее следы куницы. Ну, здесь вот ходила. Куница – это гроза всех курей. Она вот здесь прокусывает артерию, выпивает кровь, а курица остается целая. Такая своеобразная набережная. Дорожка будет продолжаться аж к мосту. В этом месте будет платформа для ныряния, платформа для отдыха. И все планируется в большей степени завершить в следующем году. А от вырученных уже денег продолжать дальше проект. Для меня всегда найдется работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова